вот выбрался ребята на охоту стою короче вот поснимая сколько батарейки хватит ну короче расстановочка вот такая у меня тут пока он чем не раз два три три штучки убил ну короче с камеры это целый геморрой пока включал камеру так блин тут еще раза раза два налетали короче вот сейчас включу как постою сколько там постою времени хватит да хватит он летят утка в принципе есть как бы летает ну налетов особо стопроцентных нету все где-то кто далеко сковырива что мы постоим подождем посмотрим чё получится может быть получится вот тема у меня короче такая сегодня чисто выехал постоять вот там стайки не знаю вам видно не видно двигаются стаи большие уже перелетка у нас подходит но в принципе в этом году сезон неплохой как бы утка есть просто получается ветра нету дождя нету погода хорошая все она вся под небеса задираться вот я как бы глазами там вижу вот она перелетает под стой стороны залива хотя я два дня назад приезжал туда вставал под ту сторону мне казалось что она короче вся здесь где я сейчас стою и вот это в охоте всегда вот эта тема блин не понять просто он 1 кряки нету один связь тут у нас много их там летают они блин высота у них я не знаю они откуда с вертолетов что ли подальше так можно и подальше посильнее покрякать до камеру бы конечно всем камера хороша сони ну белого цвета вот идет вроде неплохо но высоковато у меня семерочка так что пускай она тут сейчас движуху нам наведет вот хорошо идут может быть даже и налетят на выстрел наверняковый только блин только одна со второго смазал йоксель-моксель как так а блин вот такой дуплет на вологодчине йоксель-моксель блин пуса 2 на было вышибать вообще стопроцентно блин и подвернула бочину то ай ладно не знаю конечно кадр получился не получился но вышиб это хорошо как бы уже но я считаю вообще охота дело такое выбрался постоял уже неплохо как бы если время есть и гусишки тоже тут пролетает у нас бывают вот ну гуси конечно в темноте в самой так вот там еще под заходят маленько идут все немножко стороной все немножко как-то как как короче как обычно все что-то немножко чуть-чуть не хватает вот эти опять идут блин все на предельном расстоянии все на пределе чуть-чуть еще бы 15-20 метров блин дача я не люблю солнечную погоду блин вот тройка заходит вроде неплохо приготовимся приготовимся так ждем 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 вот эти вроде ничего идут тут бы можно конечно и сшибать тряпочка красава ну ничего это я называю семерочка компетишен в металлической гильзе так ну неплохо блин вот тут со второго не сбил конечно вот это плохо промазал но ничего так чё раз два три три уточки лежит четыре патрон чека блин ну ладно кпд не получается сто процентов сделать будем значит стараться стрельбу исправлять поедем на стенд такие налеты надо вываливать вот не могу понять вообще видно не видно не знаю короче немножко вроде как получаться когда вскидывайся так посмотрю потом дома посмотрю если что-то видно так короче оператор то изменение кудышный когда в школе дети когда в школе учились я убегал с последних уроков чтобы на вечерку успеть когда перелетка летела и вот сейчас прошло уже с тех пор двадцать лет больше ой какие двадцать тридцать сейчас на работ ехать подбирать потому что эта тема такая так сейчас мы тогда ребята сразу съездим соберем пока движуха кончилась движуха кончилась пока заводим мотор ах камуши не дают выезжать но я маха не должна подвести просто соберу а то блин унесет опа это утка то у меня блин простреляна товарищи выезжали одни из камыша и хлопнули по моей утке и с тех пор она короче на боку плава ладно на обратном пути и заберем где-то вон там короче еще в камыш пала но я уже не взять потому что я во первых стоял с той стороны камыша даже не заметил гена обходи на базу папа тебя ждал папа тебя ждал целый год так чё у нас 2 до 2 и там еще 2 до должно все утка все связь утка связь крепухи нет вообще вот это ребята один эпизод с моей охоты а то получается фотки выбрасываю там молодежь звонит говорит чё одни фотографии сними хоть нам чё-нибудь блин как вообще чё стреляешь туда-сюда а нет ребятки я вас все я это сама обманул оказывается со второго то я тоже попал вот она ну блин а я и не видел как-то вроде уж парень взрослый а не видел а где еще одна одна вот еще здесь лежит так мы сейчас подсоберем блин там еще он тройка летит блин хорошо шли топорочку бы можно было вышибать у бляха муха тихо 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 и сюда и сюда все равно никуда не уходишь так чё надо сделать то так вот туда вот туда хорошо где-то еще вот там одна ну в принципе вот как бы обычно перед вечерой у нас здесь такая есть движуха а потом затишье такого наступает где-то час и стоишь просто чай пьешь лодки а вот вижу ее блин мотор конечно все по траве не идет по сплошной но ничего до уточки доедем тоже красавчик тоже тряпочкой свернула его не знаю много все говорят учат меня как стрелять показывают туда-сюда все дела сейчас же все охотники модные мы охотники такие не модные но добычливые а он там еще на воде одна лежит в чистоте этот далеке а так я тоже значит зацепила ну так значит неплохо и тот налет у меня гобби с обоих я попал ну хорошо ну скорее всего пообзадил маленько потому что лапы она как-то повесила непонятно что кур нос и нос повесил папка дома вот мы и дома опять засидочка у нас такая конечно если бы я это место выбирал заранее конечно засидочку я бы сделал получше но как бы сегодня не получилось так хорошо все отлично так тема у нас вот такая на моторе на тема у нас на моторе такая вот всегда вожу вот такой помощник у меня есть называя его сергей сергеевич сергей сергеевич не всегда помогает ну а да так немножко сейчас откину потом уже когда свечерки буду выбираться да или может не лениться сейчас обрезать принципе чё тут подсадных собрать надо вот подсадных надо будет собрать вот срезаем вот так вот и все у нас хорошо отлично все мотор пуска все причем у нас стоит так теперь значит где у нас вот этого вот эту бабу-ягу или как ее называют костянуми ногу костюм одевает на себя а я что-то просто мотор накидываю как бы неудобно в ней блин все мешаться люблю чтоб свободно было люблю свободу как говорится а как рыба воду люблю свободу свобода дело такое для пацанов самое важно так лодочку сейчас камышом привяжем прямо лодочку привязываю камышом все у нас отлично так в принципе неплохо так ну чё осталось у меня 10 патронов 10 патронов я думаю . 34 еще мы возьмем спокойно телось бы о чем еще поговорить ребята вот не ленитесь подсадных выставляете все равно где-то какие-то огрехи там с маскировочкой конечно за счет подсадочек сглаживать вот и по моему опыту то есть подсадных у меня конечно гораздо больше сейчас выставлено человек штук 15 может 12 вот надо либо выставляешь там 12 15 грубо говоря да либо ну как бы больше так смысла нет выставлять я имею ввиду что правильно поняли до 30 15 30 разницы нету все что уже больше там 40 50 60 это только плюс но опять же это уже когда перелетка подтягиваться начинает залезать залетать вот тогда уже начинаешь выставляться маскироваться настоящие а так это вот тут на даче колотил туда-сюда выскочил на пару часиков молоточка лета моно кстати использую димы мельника дельта шуль хантер скул хантер хоть кто как называет не за короче крякал все время ртом 20 лет ртом крякал то есть так то есть в принципе ничего мне не мешало но бывало приезжаешь свечер или нахрипнешь взял вот этот монок чего там я не знаю там два три года назад порядка 700 рублей стоил я просто в шоке то есть выдох свободный все просто все больше ничего не надо вот слушаем птицу как она допустим ну разговаривать грубо говоря общаться до начинаешь также подражать то есть не на ничего выдумывать неких своих вот птичка летит начинает она так крякать то же самое повторяйте все вот я допустим замечаю чё связь пролетать связи сидят да допустим на воде и пролетают другие связи и которые сядут на воде делают вот так вот раз два все они начинают делать потом можно и никаких проблем ушли далеко где-то смотришь на разворот там да уже эту присаду как крикуха четко пару раз думал стоишь смотришь все но я думаю что на этом сюжет буду заканчивать как бы такая первая у меня пробная съемка камера на голове то есть ну кто как бы ребята снимает наверное поймут меня чуточку неудобно на утки вот до этого налет был камеру включил пока включал блин тройка шла вообще ну козырно то есть стопроцентно вываливать нужно блин камеру видят на солнце блику погода еще сегодня солнце плюс но то и всем хочу пожелать удачи охот добычливых не торопиться с выстрелами смотреть за дистанцией обязательно но и не стремитесь вот к этим патронам вот мне звонят все я взял тройки взял единицы я говорю куда куда ладно где-то встаешь вот чистая вода ты стрельнула надо там упала на воду ты можешь ее добрать а где вот камыша в таком сплошном ты стоишь 20 метров падать и и не возьмешь смысл поливать то я вообще не понимаю повышайте лучше качество стрельбы тренируйтесь вот нормальный налет хлоп хлоп 2 вываливаться чё еще надо ничего не надо с 5 зарядками с этими ездил 12 лет 5 зарядка ездил чё толку то вот долбишь ты пять раз до 1 фиг но две три ты вывалишь максимум все там уж не знаю есть конечно профики они хлопают конечно нормально с каждого как бы ну я с этой с вертикал очки со своей тоже почти если нормально налита от промах авто особо нету но опять же нужно стрелять по воронам обязательно выезжайте этих на тварей гасить вообще везде хлопайте их там договаривайтесь сигарями с кем там кто дает путевки прямо чучела на кусты я вот бывают высажу все монок ору одну стрельнул подранка сделал под подкидываешь или на веревку привязываешь она прыгает там вокруг кустов орет на дерево еще высадил вообще супер получается в принципе как бы тоже очень охота такая интересная за воронами вот они тоже очень хитрые вот ну буду ждать сегодня сегодня буду сидеть до темноты ну как до темноты вот где-то темнеет грубо говоря всем пол восьмого да я буду сидеть где-то часов до десяти и то есть потом когда стемнеет я выдвинусь вон туда гуси там делают присаду короче присаживаются ночью и они улетают то есть солнце там получается закат небо как бы часов до десяти ну светловатая и получается на монок то есть монок у меня этой же тоже этой же конторы димы мельника нормально вообще работа в белолобики гуменники ведутся если опять же в пределах разумного за два километра так конечно не подманешь и вот гуси там короче делают присаду и начинает ночью подсаживаться ну не ночью там уже где-то в районе девяти полдесятого вчера отлетели я короче немножко не там встал не на месте вот сегодня то есть нужно обязательно учитывать ветер сегодня ветер такой же как вчера абсолютно уже запомнил какой камыш и сегодня встану туда и попробую ночью постоять цену не ночью вечером там часов до девяти до десяти постоять то есть на фоне неба в принципе если силуэт видишь стреляшь тоже отлично все чтобы как бы вечер не пропадал на диване не лежать уже по максимуму от охотиться так что ребята всем удачи стреляйте больше не стесняйтесь не слушайте никого там это это там я 50 раз там ты 20 раз выстрелил одну утку убил ничего страшного там не стремитесь за этими там один патрон одна утка да нету такого ни у кого там я не знаю стендовиков моду у профиков тому мастеров есть базара нет утка летит она летит медленнее чем тарелка они ее только ввес щебает вопрос другому учитесь стрелять только практика у каждого у каждого свой пробег кто-то проходил год-два начинает нормально стрелять кому-то пять десять лет надо чтобы научиться хорошо стрелять главное не теряйте надежду и все всем удачи до новых встреч по если все нормально то выложу ролик посмотрите может что там кому и понравится